Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Большое событие для маленького села. В субцехе состоялась первая литургия в новом храме имени святителя Игнатия Брянчанинова. Формат изменился, традиции остались. Участники фестиваля «Киношок» пообщались с анапчанами и гостями курорта на традиционных гостагаевских встречах. На пути к большим победам школьники со всей страны побывали на мастер-классе от олимпийских чемпионов в рамках президентских состязаний. Агротуризм в Анапе на сегодняшний день самый перспективный вид туризма – точка роста для курортной отрасли. Виноградарство, виноделие, как источник новых впечатлений для наших гостей – способ приобщиться к лучшим традициям Кубани. Эту бизнес-идею за основу берут как малые формы хозяйствования, так и крупные предприятия. Такие примеры сегодня продемонстрировали исполняющему обязанности главы Анапы Юрию Полякову. Новыми дорогами к завораживающим вершинам. Виноградники Гайкадзора – еще неизведанное направление в туристической отрасли края. Можно сказать, Юрию Полякову проводят эксклюзивную экскурсию через демонстрационный зал по атмосферным коридорам винодельни, где хранится вино премиум-класса. Редкие сорта, достаточно редкие. Мы их мало делаем. Сорта нередкие, и мы их делаем чуть-чуть побольше. Ценовая политика, два раза разница. Это вино должно стоить на полке магазина 350-370 рублей. Мы считаем, что это демократично, адекватно. Это вино, если бы оно попало на полке магазина, оно иногда попадает, оно бы стоило в районе 650-700 рублей. Предприятие образовано в 2004 году. Если в первые годы усилия были направлены на возрождение виноградников, строительство винзавода и выпуск вин, то сейчас собственники взялись за развитие туристического направления. И говорят, что массовым и избитым их объект точно никогда не станет. Возрождение производства полным ходом идет на винзаводе «Лоза». Так теперь называется бывшая русская «Лоза». Обанкротившееся когда-то предприятие вернули к жизни инвесторы. Генеральный директор Александр Хаптхиров рассказывает исполняющему обязанности главы Анапы Юрию Полякову, как начался первый сезон переработки винограда, на какие мощности вышло сегодня предприятие, что в перспективе. Кроме того, что виноградарство и виноделие развиваются в крупных предприятиях, также большое внимание администрации краевой и администрации муниципального образования уделяется развитию именно малых форм хозяйствования. Здесь наши основные направления это животноводство и садоводство и виноградарство. Также появляются новые объекты. Те объекты, которые занимаются виноделием и виноградарством, мы не только в этом направлении работаем, но и работаем в том, чтобы их продвигать как агротуристическую тему, чтобы наши гости, жители города могли всегда приехать, посмотреть, как это происходит. Главное в обоих примерах – это новый импульс для экономики Анапы. Рабочие места для людей, налоги в бюджет, имидж города-курорта, как инвестиционно, так и туристически привлекательного региона. Назад на пустыре в поселке Супсех началось строительство храмового комплекса в честь Владимирской иконы Божьей Матери. И сегодня один из объектов церковного комплекса – храм имени святителя Игнатия Брянчанинова гостеприимно распахнул свои двери для всех верующих. Первая литургия дала начало работы святилища. Только в марте этого года в стену храма святителя Игнатия Брянчанинова помещали закладной камень и благословляли на строительство. А уже сегодня, 8 сентября, в праздник Владимирской иконы Божьей Матери, здесь состоялось открытие объекта «Первая литургия и крестный ход». Желающих принять участие в знаменательном событии оказалось очень много. Здесь не только жители Супсеха, но и прихожане со всего округа. Для многих селян это по-настоящему исторический момент. Это то событие, которое должно было произойти уже давно. Это самое необходимое для возрождения нашего народа, для возрождения духовности. Не смогли пропустить первую литургию в новом храме и казаки. Вот уже много веков религия лежит в основе православного казачества, что подтверждает и главный девиз казаков – за веру Кубани Отечества. Анапское районное казачье общество проводит большую работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, оказывает поддержку духовенству. Мы вот на Большом утрише, это благодатное место, мы создали там две часовни. Андрея Первозванного и Николая Угодника, чудотворца. С Божьей помощью и сами, как говорится, сейчас купили колокол. Будет колокол теперь звонить на часовню. Впереди еще много работы. В ближайшие два месяца территорию возле храма благоустроят, дорогу к церкви заасфальтируют, введут в эксплуатацию коммуникации. Но это еще не все. Здесь будет благоустроена территория, будет зеленая зона, парк воинской славы, где будут установлены несколько стел и память о воинах, отдавших жизнь свою за освобождение Анапой, и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, но кто почил, это шел ко Господу уже в мирное время. И будет стела в честь 80-летия Краснодар, создания Краснодарского края. Уже полностью залит фундамент главного храма церковного комплекса. Сейчас он законсервирован. Идет покупка строительных материалов и оборудования. Основная стройка здесь развернется уже весной 2018 года. О Гастагаевских встречах с участниками фестиваля Киношок знают не только в Краснодарском крае, но и в Сибири. А их национальный колорит подчеркивает новый формат Анапского кинофорума. Сегодня со зрителями встретились актеры, которые достаточно давно не бывали на фестивале. В восторге и публика, и сами артисты. На одном из главных и знаковых мероприятий Киношока побывал исполняющий обязанности города-курорта Юрий Поляков. Из хаты в Саклю. На первое борщ, на второе шашлык. Но главное это общение. После смены формата фестиваля Гастагаевские встречи лишь укрепили позиции одного из знаковых мероприятий Киношока. В этом году в программе региональное кино, в том числе из национальных республик. Якутии, Бурятии, Башкирии, Адыгеи. Многие фильмы с бюджетами от 2-3 до 10-15 миллионов рублей. Есть любительское кино. Считай, народное. Мне очень нравится, что и город, и край по-настоящему чувствуют, правда, необходимость и народность фестиваля. Фестиваль ни кулуарный, ни закрытый, ни помпезный, ни такой элитарный, избранный. Похожих моментов ни один и ни два. Игорь – профессиональный фотограф, живет в Ростове. У него целая коллекция фотографий актеров и актрис советского кино. Решил дополнить их автографами. Для того, чтобы освободить сегодняшний день, председатель жюри «Киномалышка» Марина Яковлева работала до поздней ночи. На фестиваль актриса прилетела, закончив работу в крупном проекте. Я просто несла свое тело в Анапу, выжатый лимон. И сейчас я никакой, я полный лимон, я не выжатый лимон. Владимир и Олеся Сучковы с внуками приехали отдыхать в Анапу из Нового Уренгоя. Про киношок узнали о знакомых, которые живут в городе-курорте. Вообще и в Анапе, и здесь артисты очень простые. Мне лично всем понравилось. Я не ожидала, что они такие добродушные. Светлана Тома – это самое доброе, самое любимое. Светлана Тома – рада из фильма «Табор уходит в небо». До этого на киношоке была дважды. В Гастагаевскую приехала впервые. Я в восторге от щедрости, от красочности, от того, что можно познакомиться с культурой, которую нам представили. И это все очень интересно, это познавательно, и это хорошее настроение. Гастагаевские встречи – одно из мероприятий, закрывающих фестиваль. Завтра будут подведены окончательные итоги. По этому поводу жюри немногословно. Даже организаторы не знают, что происходит в условной совещательной комнате. Работы победителей назовут завтра вечером на церемонии закрытия, которая пройдет на летней эстраде. А пока фестиваль «Киношок» продолжает шокировать и удивлять своего зрителя. Звезды российского кинематографа предстали перед публикой в новом Аплуа, доказав, что талантливый человек талантлив во всем. На галоконцерте в городском театре киношоковцы исполняли песни, читали стихи, делились эмоциями и впечатлениями. Не обошлось и без показа короткометражных картин и отрывков из известных фильмов. Этот сегодняшний концерт в каком-то смысле тоже продолжение того, что мы бы хотели в этом году позиционировать. Это открытый российский фестиваль. И вся наша мега национальная страна подставлена в разных корпусных и в некоркурсных программах фестиваля «Киношок». Мы хотим шокировать добротой, профессионализмом, отношением к своему делу, к искусству, так как того это требует время. И, наверное, вы не заметили, потому что все, что мы делаем, мы делаем для вас. В программе приняли участие актеры разных поколений. Всех объединило одно – желание устроить для анапского зрителя праздник. На галоконцерте представили отрывок из кинокартины «В начале славных времен» по роману Алексея Толстого. Одну из главных ролей в фильме сыграла народная артистка РСФСР Любовь Полехина. Долгое время актриса жила за границей, где снималась в сериалах. А в начале 2000-х вновь вернулась на отечественный экран. В Анапе она впервые отмечает особую теплоту приема. Зритель у вас очень доброжелательный, очень, ну, просто прекрасно, как сказать, вот реагирует, очень с удовольствием смотрит. И мне кажется, что ваш зритель очень культурный, очень подготовлен. Это необыкновенный фестиваль. Я когда, вот первое, что меня как бы поразило, это то, что я была на открытии, я увидела, с какой любовью, с каким прекрасным отношением, в общем, организаторы отнеслись к этому фестивалю. И вот эта энергетика, она передавалась в зал. Это было настолько красиво, это было насколько удивительно, что, в общем, так нечасто бывает. А вот киноактриса Лариса Лужина, можно сказать, сторожил фестиваля. Принимает в нем участие со дня основания. На сцене она исполнила одну из своих любимых песен «Ты не печалься», зарядив зрителя позитивным настроением. «Ты не печалься», «Ты не печалься». Одна из самых запоминающихся работ Ларисы Лужиной – роль в фильме «Вертикаль» 1966 года, где она сыграла вместе с Высоцким. Тогда было совсем другое кино. Однако народная артистка считает, современный кинематограф развивается семимильными шагами. У нас все время говорят, что кино наше там кончилось, его нет. Ну, правда, оно и есть. И это говорит о том, что мы принимаем участие во всех международных кинофестивалях. И наши картины даже выходят в номинацию, попадают, и все, и получают награду. Значит, кино, оно существует. Единственное, что нужно менять – это прокат. Потому что прокат очень дорогой. И благодаря… и не доходит кино до зрителя. Вот в чем дело. Очень дорогие билеты. И только благодаря фестивалям, которых сейчас, слава Богу, очень много фестивалей, люди узнают про новое кино. Они таким образом знакомятся. Хотя бы таким образом. Участники галоконцерта не только выступали с творческими номерами, но также общались со зрителем, признавались в любви Анапе и благодарили анапчан за ежегодный, теплый и радушный прием. Анапская молодежь приняла участие в юбилейной 45-й вахте памяти Севастополя. С предложением посетить город-герой выступили активисты из Центра патриотического воспитания молодежи Ратмир. И по возвращению поделились с нами впечатлениями. В состав делегации вошло 30 человек. Это учащиеся кадетской школы имени Старшинова, воспитанники отделения патриотического движения «Юнармия» и клуба «Микс Эйр». К мемориалу торжественно вынесли реликвии Великой Отечественной войны, а кадеты Севастополя приняли клятву, заступающего на почетный караул. С ними на вахту памяти заступили активисты из Анапа, дав дань памяти защитникам города-героя. Основная идея, цель, ну, такое геройка, патриотическое воспитание – приехать, увидеть, как это было во время защиты русско-турецкой войны, во время защиты Севастополя в период Великой Отечественной войны, но и из новейшей истории России узнать то, как произошел референдум, как были присоединены земли непосредственно Крым, который вошел в состав Российской Федерации, и уже узнать именно о новейшей истории, что происходило тогда, в 2014 году. В программу поездки входили и познавательные экскурсии. Активисты побывали у 35-й береговой батареи, посетили музей-заповедник Херсонес, Таврический, а также военно-исторический музей фортификационных сооружений в Балаклаве. В будущем ратмировцы хотят отправиться в город-герой Керчи и совершить экскурсионную поездку по Крыму. В Анапе подвели итоги конкурса на самый лучший орган территориального общественного самоуправления. Лучших из лучших будут честовать на главной сцене курорта в День города. Одно из первых мест занял ТОС номер 7. Это самый центр города, его лицо. Жители и предприниматели считают, что на них лежит повышенная ответственность. Кроме того, они берут те улучшения, которые делает городская администрация. Эти канадские клены на улице Терская посадили в прошлом году. Все они прижились. Наталья Пономарева руководит местным территориальным общественным самоуправлением. И она сама, и ее жители следили за тем, чтобы деревья чувствовали себя хорошо. Если нужно, поливали. ТОС номер 7 в прошлом году занял второе место. В этом стал первым на городском конкурсе. От Красноармейской до Краснодарской и от Шевченко до Горького. Это самый центр города-курорта. Поливаем деревья, смотрим, чтобы никаких пакетов, нигде грязи не было. Потому что наши гости приезжают, проходят по этим улицам. Не хочется ударить лесом для грязи. Татьяна Борисенко живет здесь уже более 40 лет. Утром убирая мусор у ворот, непременно захватывает часть бульвара. Улицу здесь воспринимают как продолжение двора. Как дома? Дома хозяйка как принимает участие? Ее никто не заставляет. Она сама видит, что надо сделать. Вовремя, не вовремя, всегда все сделают. Именно так формируется единое городское пространство. Клумба там, где ее могло бы и не быть. Дело рук местного предпринимателя. Наталья Пономарева пришла к Татьяне, тоже Пономаревой. Они даже не родственники, зато единомышленники. Обсуждают, не пора ли убрать листву. Маршрут у меня от Красноармейской до Краснодарской. Я смотрю, если я иду по каким-то своим делам, я обращаю внимание, чисто ли во дворах. Потому что есть открытые дворы. Если дворы неухоженные, естественно, конечно, общаемся с нашими жителями. Мы просим, чтобы навели порядок, соответственно, не только к праздникам, но и в будние дни. Потому что все-таки город наш курортный. И хочется, чтобы впечатление от нашего города было у наших гостей. Прекрасно. После победы в городском конкурсе общественники хотят попробовать силы на краевом уровне. Призовые деньги пойдут на дальнейшее благоустройство. Как добиться цели, высоких спортивных достижений и олимпийских медалей? Об этом и многом другом участники всероссийских спортивных соревнований, школьников в президентские состязания. В ДЦ смена узнают на спортивном рандеву от олимпийских чемпионов Елены Слесаренко и Андрея Сильнова. Встреча проходила в форме диалога. Гости отвечали на все интересующие ребят вопросы. Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы стать олимпийским чемпионом? Что испытывали на олимпийских играх? Не возникало ли когда-нибудь желания уйти из спорта? Я себя поймала на мысли, что я никогда не хотела бросить заниматься спортом. Мне было тяжело, у меня были травмы. Я иногда даже проигрывала, расстраивалась. Но я всегда знала, что завтра будет новый день, завтра все пройдет, завтра я смогу исправить свои ошибки и обязательно будут победы. По словам олимпийской чемпионки, свой вид спорта она выбрала и полюбила еще в детстве. На первую олимпиаду в 2004 году ехала с твердым настроем на победу. А когда выиграла золотую медаль, первое время не расставала с ней даже во время сна. Рассказы о спортивной жизни олимпийских чемпионов из первых уст произвели на сменовцев яркое впечатление. Для нас это безусловно огромная честь встретиться с людьми, которые добились огромных результатов. Они достигли своей цели. Это для нас огромный пример. Мы будем стремиться к лучшему и стараемся улучшить себя. Мы просто не ожидали, что мы встретимся с такими знаменитыми людьми. Это просто очень масса, много интересных впечатлений. Это очень интересно узнать, как они пошли по этой карьере, как они к этому стремились. Это очень интересно, для нас это была большая честь. В заключение встречи каждый лагерь центра подарил известным спортсменам памятные сувениры. Также ребята смогли получить автографы и сфотографироваться с олимпийскими чемпионами. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски ганноверский «Экстра» 209,90. Любительская «Тавровская» 229 рублей. Колбаса вареная ветчинная 219 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 9 и 10 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Ночью прохладнее – 20 выше нуля. Ветер северо-восточный – от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. И в завершение выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Киан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.